А скажите, пожалуйста, вот ваша воинская часть конкретно, где она сначала располагалась, куда вас потом направили и какие приказы отдавали командиры? Ну, где она располагалась, по основным местом 10-класса это Кировоград. Где она в дальнейшем была, я не знаю, потому что, скажем так, не вся часть, далеко не вся часть вместе перемещалась. Ну, конкретно ваша часть? Харьковская область. Харьковская область? Да. Это в районе где, Изюма где-то? Я даже не знаю. Ну, хорошо. А в Харьковской области, насколько я знаю, боев же нет? Нет. Так а в плен вы где попали? В плен попали тут. А, то есть вас после Харькова переправили сюда? А вы знали, что вас на Донбасс направляют? Изначально нет. А что они вам сказали изначально? Ну, были просто сборы. Ну, а потом, когда вы уже переправлялись на автобусах, на поезде, то есть вы же как-то передислоцировались? Ну, вот в этот момент вам говорили, куда вы отправляетесь? Вообще ничего не говорили. То есть вы узнали, когда вы сюда прибыли? Ну, в общем, да. И что дальше произошло? Ну, поставили задачу, мы ее выполняли. Задачу какую? Патруль. Патруль. Патруль? Да. И вас в плен взяли с патруля? Да. Вы на блокпосте стояли, получается? Нет. А, патрулировали. А скажите, пожалуйста, вот в вашем отделении в основном ребята откуда были? Ну, в Центральной Украине. Ну, это Кировоград, да? Полтава? Да. Ну, вообще Кировоградские были все. В основном? Да. Ну, с области. А скажите, много было людей, которые как бы шли, понимая, куда они идут, и как бы целенаправленно шли? Ну, в общем, нет. Вы же общались там между собой, правильно, все это время? А командиры у вас кто были? Ну, вот мой командир. Вы? Да. А вы профессиональный военный? Нет, попризвали тоже со мной. Месяц, то есть как и он. Тоже с Кировоград? До этого, да, служил. Да, но в 2012 году выружился. Сейчас уже поживаю в Кировограде. Почему не был призван в этой части. А вы тоже получили повестку и пришли в военкомат? Да. Прибыл, направили нас в Харьковскую область. Это где-то с северная сторона. Дислоцировались там, находились, жили в палаточном городке. И в начале июня нас передислоцировали сюда уже в Донецкую область. Тоже жили, также в палаточном городке, были сборы. Там же получили задачу, патрулировали местность. Где и получилось наше задержание. Патрулировали, я так понимаю, в районе Горловки? Нет, Ямполя. Это сколько отсюда? Я не знаю. 30 километров. Там просто лес. А вы точно так же месяц, да? То есть вы тоже зарплату... Зарплату, да, просто не успели. То есть вообще призывают, обещают, как говорится. Месяц вы побудете, потом ваша служба заканчивается. Это они всем там говорят на... Ну, я за себя говорю. Ну, смотрите, вы же когда приходили, ну, как бы вы же телевизор смотрите, правильно? Как бы и знаете, что... Ну, что вы знаете. Здесь идет война. Первое, когда, в апреле месяце, в принципе, тут ничего обычно не оговоруется. Тебя призвали, ты идешь, тебе ставятся ограничения, которые, в рамки закона и ответственности. Были люди, которые когда-то служили, там, много лет назад, когда еще спокойно было. Не, ну, телевизор же вы смотрели, то есть? Ну, конечно. Ну, что в новостях вы смотрите, что же в новостях? Там в новостях ничего, то, что здесь сейчас я увидел, то, что здесь происходит. В новостях, конечно, это не показывают. Ну, получается, в Кировограде там нет российских каналов? Вот если спутник в этом кого-то есть, у меня, например, нет. А вообще, в принципе, вот в Кировограде, я была в Кировограде... Очень спокойная обстановка, то есть люди... А что люди говорят вот по поводу войны, смотря украинские каналы? Потому что ни в ту войну не хочет. Это вот, зацелили. А я так понимаю, что ваши родители там? Нет, вообще родители не в Кировограде. А они знают, что вы? Ну, сейчас уже, да, знают. То есть вы с ними связывались уже из плена? А когда вас передислоцировали, вы им говорили, куда вас? Ну, не сразу дали нам вообще связаться с родителями. Только после интервью, вот такого же рода, журналисты спросили, вам давали возможность. На ширине не было возможности. Ну, это здесь уже, правильно? Да. Нет, а я имею в виду, когда вы призвались, пришли, и вас переправили в Харьков... Ну, в Харьков, когда мы находились, просто сидели в палачном мальчике, ничем не занимались, конечно, созванивались. А не знали, что вы там находитесь? У нас, да. А уже когда сюда нас передислоцировали, как раз туда, в принципе, и привезли задержание. А отсюда вы им звонили, что ли, здесь? Да, позвонили, просто нас передислоцировали. А отсюда привезли в такой же палачный городок и область. А место расположения мы не знали. Хорошо, скажите, вот вы как командир, да, вот руководство, это кто? Представители украинской армии профессиональной? Украинская армия, да. Это профессиональные военные? Да, украинская армия. А скажите, пожалуйста, вы пересекались на местах, например, там, где вы дислоцировались, был ли правый сектор? Не был, только шелся с украинской армией и дислоцировался только с нее. И получал задачу только на сердце обороны. А вообще вот командиры Украины, вот ваши командиры, они с Киева или откуда они? Ну, мои команды были с Кировограда. А, то есть все Кировоградское было? Конечно, мы не общаемся с такими большими начальниками, которые сидят в Киеве. То есть мы не на того уровня солдаты. Те начальники сидят там далеко, а мы здесь. А скажите, были у вас ребята, которые уходили, ну, как бы, понимая, куда их направляют, они уходили с украинской армии? Ну, при мне не было сейчас, конечно, эти факты есть. И, ну, я уже, находясь здесь, вижу это, ну, при мне, ну, пока находился там. А вот скажите, если бы вы знали, куда вас в результате отправят, вы вообще пришли бы на военный пункт в армию? Прийти на военный пункт? Ну, в смысле, вы бы пошли, понимая, что вас направляют в Донецк. Нет, не сдаваться. Вы бы отказались от того, чтобы прийти на ваш военный пункт и как бы уехали куда-то, если бы вы понимали, что вас отправляют в Донецк? Это я понимаю, а то, что, если бы вы смотрели, скажем, полную подачу новостей, не только украинские каналы, которые... Ну, вот, если бы я смотрел полную подачу новостей, то, что я увидел сейчас, я бы тогда, тогда принял бы решение. Сейчас я нахожусь здесь, да, я могу оценивать все. И сейчас с этой позиции, конечно, у меня многое все поменялось. Как бы раньше, тогда я входил сюда, я им сейчас не могу сказать. Да, я не знал, как бы такой информации, я не владел. А, в принципе, в Кировограде, я так понимаю, народ в основном смотрит телевизор, в интернете мало кто. В интернете, да, никто не смотрит. Да? Да, но город спокойный и равномерно настроен, против правильных действий. А вот, насколько я знаю, в некоторых областях матери уже выходили и требовали вернуть своих детей обратно с украинской армии. А в Кировограде, вот вы разговаривали там с родителями, подобное что-то было уже? Вроде бы сейчас нет. Там, в принципе, спокойно. Ну, матери... Даже есть, нет, конечно, есть, на данном случае. Ну, я не могу сказать, потому что не знаю. Мои родители на тампы, я за своих родителей говорю. А, ну, ваше в Днепропетровске. Да. Я понимаю. То есть то, что сейчас происходит в Кировограде, я не знаю. А в Днепропетровске? Ну, что в Днепропетровске? Ну, Днепропетровск вообще считается, как бы... Центральная Украина. Нет, я понимаю, что Центральная Украина, но как бы Днепропетровск, это... Ну, за материю я не знаю, что там... Штаб правого сектора. Я знаю, что Киеве приходит с разных частей, со всей Украины, да. Требует их назад. Конкретно за Днепропетровск. Но, я могу вам сказать. Моя мать сидит там. У меня есть возможность с ней связаться. Я имею в виду, что у меня хорошие отношения. Здесь у меня. Где я нахожусь? Я живу, здорово. Для меня этого достаточно. Угу. Угу.